Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор, и как вы можете видеть, в этот раз мы поговорим о новинке от компании BrinGun, причем копирует она довольно-таки необычный самолет, это как у сайта AGO в 72-м масштабе, полностью новый пластик, и здесь на столе у нас коммерческий образец, вы получите все равно то же самое, что увидите в этом видеообзоре, поэтому будет интересно открыть коробку и заглянуть вовнутрь, чтобы понять, что вообще идет в комплекте у этой модели. Причем, как вы можете видеть, номер набора BRP 72046, здесь у нас довольно-таки красивый бокс-арт, и этот самолет использовался как камикадзе, разумеется, но здесь у нас такой интересный открытый дизайн, более простой по сравнению с поздними вариантами самолетов в Японии, но тем не менее может получиться очень даже интересный вариант. Как вы можете видеть, размер коробки стандартный для данного производителя, на одной из сторон здесь у нас идут советы по безопасности, и с другой стороны вы найдете только штрих-код, и в принципе это все. А вот сзади у нас нарисован единственный вариант окраски, как вы можете видеть, он у нас в Алифдрабе, так называемом, или IGA43, но если хорошо поискать, то наверняка вы сможете найти что-то альтернативное, чтобы получить немного другой вид. Опять же, можно вообще нафантазировать какой-то другой вариант и собрать что-то более яркое. Все компоненты у нас уложены в один пакет, и поэтому сейчас мы его откроем и рассмотрим, что идет в комплекте. В принципе, здесь сама модель не очень сложная, в 72-м масштабе подобный самолет скопировать не нужно много деталей, и именно поэтому у нас все умещается на вот эту вот одну рамку. Как вы можете видеть, здесь идут и половины фюзеляжа, здесь же есть и половина крыла, причем для обеих сторон. И, в принципе, членения, я бы сказал, типичные, за исключением, вот, например, киля на левой половине фюзеляжа, потому что он отлит вместе с рулем направление, и, следовательно, он будет выполнять функцию направляющую для этих деталей, но я думаю, это тоже пригодится при сборке, особенно если учесть то, что сама модель не особенно большая. Причем, обратите внимание, то, что крыло будет ставлено на специальные пазы, то есть нужно будет еще следить за стыковкой правильной, и я бы рекомендовал, конечно, использовать какой-то штифт между ними, между обеими сторонами крыла, чтобы получить более надежное крепление, но здесь уже выбор за вами. Обратите внимание, то, что питатели расположены только на верхней половине фюзеляжа, и что касаемо крыла, здесь у нас питатели на передней кромке, а вот стабилизаторы как раз крепятся на внутренней части. Но, в принципе, качество литья очень даже хорошее, мне здесь нравится то, что все расположено более-менее аккуратно, никакого облоя или повреждений нет. Колеса шасси у нас цельные, кресло пилота тоже одной деталью, и внешняя проработка тоже очень неплохая, в принципе, должно хватить для 72-го масштаба. Опять же, можно доработать, если вам захочется чего-то большего, но, как по мне, этого более чем достаточно. Причем, расшивка довольно глубокая, и здесь не будет такого варианта, то, что вы переборщите со своями краски, и она внезапно исчезнет. Внутри есть немного проработки кабины, она будет видна, потому что здесь у нас открытая кабина, как вы помните. Но обратите внимание, то, что никаких направляющих штифтов или чего-то подобного здесь нет, поэтому нужно будет аккуратно все склеить вместе, и желательно перед этим еще и примерять детали вместе, чтобы они правильно стыковались между собой. Но, в целом, еще раз повторюсь, мне нравится качество литья, и для такой модели этого более чем достаточно, тем более сам производитель не позиционирует ее как набор для начинающих, собственно, поэтому здесь нужен уже какой-то опыт, предыдущий в работе с моделями самолетов в различных масштабах, иначе будет не очень весело, скажем прямо. Но, в целом, я бы не сказал, что это очень сложный набор. Здесь достаточно лишь следить за стыковкой вот этого всего, и, я думаю, получится очень аккуратный результат. Опять же, много пространства для доработок, то есть, если вы захотите, например, доработать кабину, то наверняка можно добавить что-то вовнутрь, и, опять же, те же самые, например, ремни, наверняка они не идут в комплекте, хотя, кто знает, может быть, бренгановцы добавили травление, тогда ремни уже не нужны будут. Ну, сейчас увидим. А так, в принципе, насколько я знаю, сам бренган или хаулер, так называемый, не собирается выпускать никакие дополнения для этой модели, поэтому здесь уже вы сами. То есть, если захотите что-то дополнительное, придется уже делать своими усилиями. Кстати, вот вы можете видеть ветровое стекло, и, в принципе, оно отлито очень неплохо. Я думаю, маски придется вырезать самому, так как в комплекте их нет, но всего три маски понадобятся, поэтому, думаю, можно с этим заморочиться. Хотя, если вы хотите еще покрасить изнутри, тогда шесть масок, разумеется. Лист декалей тоже небольшой, но здесь у нас, на удивление, есть декали для приборной доски. Разумеется, есть также вот эти вот красные круги. Я бы на вашем месте скопировал бы их при помощи масок. Это не такая уж сложная задача, но результат будет совершенно иным. И здесь он добавит визуального интереса всей модели, поэтому стоит заморочиться таким образом, я считаю. Итак, травление я все-таки не нашел, хотя, может быть, оно было в пакете с декалями. Но здесь у нас вот инструкция, как вы можете видеть, она очень простая. Никаких исторических заметок вы не получите. На первой странице сразу идет карта деталей. Причем, как я вижу, все детали здесь должны быть использованы, как я вижу. И нумеровка тоже идет именно здесь. Но, в принципе, историческую заметку, я думаю, несложно нагуглить. Опять же, может быть, еще и найдете какие-то интересные фотографии. Далее у нас здесь сборка. Собственно, да, травления в комплекте нет, и поэтому вот как раз сможете добавить ремни на кресло пилота. Это будет уже заметное улучшение. Опять же, можно добавить еще некоторые тросы для элементов управления. Но, как вы можете видеть, кабина будет очень простой. И далее мы продолжаем сборкой половин фюзеляжа вместе. Затем устанавливаем уже приборную доску. Довольно-таки интересный порядок сборки. Но, в целом, я думаю, это не доставит особых проблем, потому что, может быть, так получится даже аккуратней. Далее у нас идет еще и сборка шасси. Здесь колесо вставляется между створок, поэтому нужно заранее окрасить эти детали, хотя бы колесо, чтобы потом не заморачиваться с окраской шины. Как вы помните, колеса у нас цельные, и, собственно, поэтому и стоит задуматься, как правильно покрасить. Крыло, обе стороны крыла мы собираем из двух половин, как вы помните. Здесь ничего особенного нет. Сейчас вот рассмотрю, что вот эти обозначения показывают. В принципе, здесь сам производитель не советует никакие проставки или же штифты для крыла. Но, как я уже говорил, в подобных размерах можно уже попробовать ставить хотя бы одну металлическую трубку, чтобы получилось более-менее надежное крепление. Далее идет установка винта и фонаря на место. И, в принципе, на этом сборка окончена. Как вы можете видеть, схема окраски была отпечатана на задней стороне коробки. Ну и, в целом, набор получился очень интересным. Для своего масштаба это довольно-таки необычный выбор. Тем более для тех, кто хотел бы отдохнуть от типичных предложений на рынке в виде немецких самолетов или британских истребителей. Как обычно, буду рад услышать ваше мнение. Не стесняйтесь, пишите его, как обычно, вот здесь в комментариях ниже. Опять же, увлекаетесь ли вы вообще японской авиацией в таких масштабах или хотелось бы побольше масштаб. Все это вы можете написать вот здесь. Не стесняйтесь. И если видео понравилось, то обязательно нажимайте кнопку лайка и увидимся в следующем видеообзоре, как обычно. Спасибо за то, что присоединились сегодня. И пока.